Библейские пророчества предсказывают нам в скором будущем мировую войну, мировую религию и мировое правительство. Все это свершится незадолго до второго физического пришествия Иисуса Христа. А вообще интересно, возможно ли, чтобы в мире была официально установлена в скором времени одна мировая религия? Думали ли вы об этом на досуге? Сейчас это кажется, конечно же, невозможным, но как? Как это может осуществиться? Но будьте уверены, что библейские пророчества в скором времени исполнятся в точности. Поэтому будьте готовы к мировым, глобальным потрясениям в ближайшем будущем. Друзья, я приветствую вас с наступающими вас великими христианскими праздниками. Меня зовут Дима, вы на канале библейских пророчеств последнее время в канун Рождества. Сегодня мы, как и всегда, стараемся изучать и наблюдать за событиями в этом мире и наблюдать и изучать за библейскими пророчествами. И о некоторых из них мы говорим уже очень долгое время, на протяжении многих лет. И многие люди сами себя убаюкивают и говорят, это было на протяжении веков. Ничего не меняется с тех пор. И ничего не происходит. И, скорее всего, ничего не произойдет. Или, может быть, произойдет, но не так, как мы себе это представляем. Однако, не стоит забывать, что до сегодняшнего дня уже многие библейские пророчества исполнились в точности. И вы знаете, что мы здесь не говорим свое и стараемся не учить своему, а читаем Писание и пытаемся понять, растолковать. Многие пророчества уже исполнились и исполнились в точности. Например, пленение Израиля, возвращение Израиля на свою землю, восстановление второго храма, появление Мессии, его распятие и воскресенье, разрушение второго храма. Да? Так можно ли быть уверенными, что и остальные пророчества исполнятся в скором времени в точности? И когда придет это время? Когда придет время исполнения последних библейских пророчеств? Ну, наверное, когда это время придет, мы сразу поймем. Да? Мы сразу поймем. Друзья, конечно, уже очень скоро все остальные оставшиеся библейские пророчества исполнятся в точности. И сегодня уже идет подготовка, подготовка всего мира к этому глобальному событию. Даже можете в этом не сомневаться, братья и сестры. Например, есть еще некоторые пророчества, которые не исполнились. Возьмем, к примеру, Третью мировую войну, о которой мы много в свое время говорили. Об этой войне написано в книге Откровения Иоанна Богослова, 9 глава с 13 по 16 стих. Там написаны такие слова. Третью часть людей, живущих на этой земле. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Две тьмы тем – это 200 миллионов солдат и бронетехники. Мы об этом тоже много говорили. Почему мы сегодня говорим именно о шестой трубе? Многие задаются таким вопросом. Да потому что есть мнения авторитетных источников, которые утверждают, что пять труб из семи, да, уже прозвучало. Всего их семь. Бог открывает будущее рабам своим в Слове Божьем. И в книге Откровения. Прочитайте первую книгу, первую главу книги Откровения. Ошибки быть не может. Ошибки быть не может. Бог знает от начала, что будет в конце. Разве мы не знали, что Бог вечен, что Бог всезнающий, что Бог всемогущий. И Он открывает будущее Иоанну. Иисус Христос открывает будущее Иоанну. Написано, кто может открыть эту книгу, книгу будущего? Только Иисус Христос удостоен был этой честью, Он открыл и передал через Откровение Иоанну. И это будущее открывается, что грядет, приближается большая война. Друзья, не расслабляемся. В этой войне написано, погибнет одна треть населения всего человечества. Посчитайте на сегодняшний день, сколько это. Это очень много. Вот это будет горе. Вот это будет действительно мировая катастрофа, мировая трагедия, шестая труба. Я говорю об этом, мне неприятно об этом говорить, друзья. Мне неприятно об этом говорить, но я озвучу вам Писание. Я так же, как и вы, не хочу, чтобы это случилось. Некоторые запутались и говорят, что битва Армагеддон и шестая труба – это одно событие. Нет. Это не битва Армагеддон. Шестая труба, война у реки Ефрат, которая начнется, это не битва Армагеддон. Битва Армагеддон будет после Антихриста, а Третья мировая война будет до Антихриста. Слышите? Это разные войны. Это разные временные отрезки. Это разные территории. Например, Третья мировая война описывается, что она начнется у берегов реки Ефрат и захватит весь мир. А Армагеддонская битва описывается как последняя битва человечества, лидером которой будет сам Антихрист. И Армагеддонская битва произойдет в Израиле в долине Мегида. Вы чувствуете разницу, друзья? Вы чувствуете разницу? Одна война берегов реки Ефрат, другая война долина Мегида. Это разные временные отрезки. Это разные территории. Поэтому мы следим за тем, что происходит в этом регионе, где протекает река, Великая река Ефрат. Это же не просто речушка маленькая. Это Великая река. Посмотрите на фотографии, посмотрите на карту. Это очень широкая река. Очень широкая. И очень большая, и очень глубокая. Мы следим. И многие из вас мне сообщали о том, что река Ефрат начинает каким-то непонятным образом высыхать. А это, друзья, высыхание реки является главным признаком конца. Мы следим. Мы следим за тем, что происходит в Турции, например. Что происходит в Сирии. Что происходит в Иране и Ираке. Четыре страны. Четыре ангела, которые будут скоро освобождены в конце дней. Уже очень скоро. Уже сегодня, согласно свежим статьям, свежим новостям, идут ядерные переговоры между США и Ираном. И еще другими пятью странами. Туда входит и Европа, и Россия. И, конечно же, Израиль. Израиль, кстати, очень сильно обеспокоен этой проблемой. И говорит, мы не позволим Ирану шантажировать нас ядерными бомбами. Поэтому сейчас идут переговоры на мировом уровне влиятельных стран. Идут переговоры с Ираном о ядерной сделке. Известно, что в том районе Земли уже многие годы существует большой гнайник. Если можно так сказать. Можно так сказать. Очень хорошее слово. Гнайник. И когда он лопнет, а лопнет он однажды, по-любому, как говорят некоторые, да. Никто не знает, когда это случится, но он обязательно лопнет. Он обязательно это однажды случится. Поэтому как бы весь мир не вел переговоры, не пытался наложить пластырь туда, это не поможет. Главное, друзья, знать. Я не то, что там запугиваю нас. Главное, понимать такую простую вещь. Каждый из нас об этом знает. Я не говорю ничего нового. Что мы, весь мир, каждый человек, все народы, мы живем как на пороховой бочке. Вы не задумывались? Посмотрите, сколько ядерного арсенала и современного оружия находится на Земле. Особенно во многих развитых, так сказать, и влиятельных странах. Становится вот от этого факта действительно становится страшно. Поэтому мы не знаем, когда это может случиться. Это может случиться сегодня. Это может случиться завтра или еще через 20-50 лет. Этого никто не знает и никто не может предсказать. Мы только гадаем на кофейной гуще, да, как говорится. Это только знает Бог. У Него свои времена и сроки, и своя шкала измерения времени. Но мы предчувствуем, правда? Каждый человек на Земле сегодня предчувствует, что время близко. Время заканчивается. Все, скоро времени не будет, как написано. Следующим этапом будет появление новой мировой религии. Непонятно какой, какой-то. Об этом тоже говорит Писание. Появится какая-то мировая религия. Вы скажете, а разве такое возможно в современном веке? Мы же свободны верить в кого же хочешь и как хочешь. Конечно, мы свободны. Конечно, мы свободны. И кое-кто эту свободу будет использовать для своих целей. Разве такое возможно, говорят многие? А почему бы и нет? Ничего нет нового под солнцем, потому что все новое – это, как говорится, хорошо забытое старое. Люди многие сегодня очень набожны и религиозны. Особенно в некоторых странах, да? Покажи им маленькое дьявольское чудо, так сказать. И они поверят, и они вступят в союз и совершат сделку с дьяволом. Некоторые политики даже заявляют, а мне все равно. Я хоть чертом лысым буду подписывать договора ради сделки мира и безопасности. Во всем мире ради безопасности меня и моих детей, и внуков, и так далее, и тому подобное. А разве мы против мира? Но важно еще с кем заключать этот мир? Можно заключать мир с Богом через Иисуса Христа, да? А можно заключать мир с дьяволом, который обещал все царства Вселенной показать и отдать, если ты поклонишься Ему во мгновение ока. Он все царства Вселенной предлагал Иисусу. Думаете, Он не предлагает и не искушает мировых политиков? И не компассирует им мозги? Вы слишком наивны, если так думаете. Слишком наивны. Эти дяди на высоких постах разве думают о тебе и обо мне? Очень сомневаюсь. Это шкурный интерес. Они исполняют волю дьявола. Они думают о спасении своей души в Боге. К сожалению, но это правда. Потому что Писание говорит, что в конце дней будут бесовские духи, которые выйдут к царям всей земли, соблазнять их на великий день армагеддонского сражения. Они пойдут войной против Бога и против Христа. Так и случится. Мир становится глобальным. Как ни крутите. Верно? И одна религия будет просто необходима людям. Она будет как никогда кстати однажды. Для всех народов и племен. Так сказать, для полного объединения и подчинения масс. Верно? Иначе не получится. Должна быть одна политика, одна экономика, одна там инфраструктура какая-то, а и одна религия. И одна религия. Сегодня многие политики говорят о некой единой религии. То есть, чтобы люди не говорили только о разных религиях и не ссорились там между собой бесконечно. А давайте придумаем одну большую мировую религию, которая будет включать всех и вся. Будем поклоняться Антихристу? С клеймом на лбу. И будем счастливы? И не будем ссориться, верно? Я утрирую, конечно. Но разговоры о единой религии уже идут в кулуарах влиятельных мировых политиков. Мировых политиков мира. А это уже серьезный сигнал для нас, для всех, для христиан, что скоро наступят великие гонения за веру. Поэтому очень скоро мировое правительство придумает нечто во главе с Антихристом и лжепророком. Их будут двое. Два мировых лидера. Два мировых диктатора. Один первый. Другой второй. Один серый, другой белый. Два веселых гуся. Есть такая песня. И люди на земле увидят то, что они творят, и будут говорить, и делать, и показывать. Друзья, у людей на земле просто они раскроют рот от удивления. Они будут в шоке. Можете не сомневаться, что это время очень близко. Уже сегодня многие верят непонятно чему и во что. А ведь еще даже Антихрист не явился. А что будет, когда он появится? Как тогда многие люди на земле запоют. Поэтому не забываем основу христианской веры. Я хочу напомнить вам, друзья, некоторые вещи. Что Иисус Христос, Сын Божий, пришел в физическом теле, чтобы умереть за наши грехи. По Писанию. Слово Божие – это абсолютный незыблемый авторитет нашей веры. Слово Божие не меняется. Его невозможно изменить. Это фундамент нашей веры. Кто бы ни пытался, Иисус Христос пришел, чтобы умереть за наши грехи. По Писанию. И Иисус Христос воскрес на третий день для нашего прощения и оправдания. Тоже по Писанию. Не забываем об этом. И как и наш брат, апостол Павел, писал об этом. В Слове Божьем. Не забываем, друзья, и всякий, кто учит не так, как написано в Писании, тот самый настоящий лжец. Не слушайте его. Не приветствуйте его. И в дом даже не пускайте. Это еретики, которые открыто, осмысленно идут против Иисуса Христа и его учения. Его жизни, его смерти и воскресения. Которые хотят обмануть вас. Аминь. Будьте осторожны, друзья. Вот основа, фундамент нашей веры. Если ты уберешь Иисуса Христа или заменишь Иисуса Христа на какого-то другого, непонятно какого-то Иисуса, то христианству тогда все, конец. Пророк Исайя, 53 глава, с 10 по 12 стих написано так. «Но Господу угодно было поразить его». Это ветхий пророк написал об Иисусе Христе, о его страданиях, о его смерти и воскресениях. Читаем внимательно. «Господу угодно было поразить его». И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву. Бог принес жертву своего Сына, единственного Иисуса Христа. Он принесет жертву милостивления. Он узрит потомство долговечное. В 2000 лет уже прошло. Люди все равно веруют в Иисуса Христа и приходят к Нему. Потомство долговечное. Мы семья Авраамова не по национальности или обрезанию, да, а по вере в Иисуса Христа. Так говорит Слово Божье. «И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своя Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих». Мы были некогда преступниками. Сейчас нас Господь оправдывает во Иисусе Христе, да, и грехи их на себе понесет. Поэтому Я дам Ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. Некоторые говорят, Иисус не умирал, Иисус не воскресал из мертвых. Слышали таких еретиков, которые учат лжи? Писание еще в Ветхом Завете предвозвестило, что Иисус умрет и воскреснет. Предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был. По правую сторону и по левую сторону висело два злодея. Так и да, как Он понес на себе грех многих, из-за преступников сделался ходатаем. Друзья, Иисус висел на кресте и перед смертью кричал Отцу Небесному, «Отчи, прости их, потому что не понимают, что творят». И это послание человечеству никогда не меняется, оно никогда не изменится и не может измениться, потому что Бог неизменный. Что случилось, то случилось. Бог ждет, чтобы люди покаялись и поверили в Иисуса Христа. Потому что Бог любит тебя и меня. Бог любит нас. Ничего не поменяется. Поэтому, если ты хочешь попасть на небеса после своей физической смерти, если ты хочешь в вечность наслаждаться с Господом, следуя одной истинной религии, это Библия, это вера в Иисуса Христа. Иисус сам сказал однажды, «Я есть путь, я есть истина, я есть жизнь». Жизнь такое может заявить только Бог о себе. «Никто не придет к Богу, к Отцу», да, Иисус сказал, «как только как через меня». Иисус сказал, «Верующий в Меня не в Меня верит, а в Отца». Вы прозреваете? Если ты хочешь поспорить с Иисусом, давай, иди вперед, спорь с Ним. Со мной спорить не надо, я озвучиваю Писание. А с Ним пойди поспорь, пойди. Но я тебе не советую. Печалена будет твоя судьба. Друзья, на сегодня все. Надеюсь, был вам полезен. А мы видим, как мы медленно, но уверенными шагами приближаемся к финальному дню. Поэтому размышляем, молимся, изучаем Слово Божье. Не отвлекайтесь в эти праздничные дни, а наоборот, приближайтесь к Господу. Творите добро близким, друзьям, знакомым, людям вокруг вас, людям, которые еще, может быть, не знают Иисуса Христа. Познакомьте их с Ним. До скорой встречи. Теплых и веселых вам праздников. Скоро увидимся вновь. С Богом. Аминь. С Богом. С Богом. С Богом. Продолжение следует...